Ох и дурят нашего брата, не то чтобы брата, но тех людей, которые вроде бы как нам не совсем чужие. Русские люди поддаются этой гнусной путинской пропаганде и начинают говорить, да вы посмотрите, да у меня мать при смерти лежит с 80% поражением легких, а вы тут рассказываете, что никакого вируса нет. Хороший аргумент, да, то есть мать умирает от какой-то болезни, которая к вирусу не имеет никакого отношения или может быть даже имеет. Делаются такие вот вселенские выводы, раз кто-то из моих близких умирает, значит это от вируса, значит вы все козлы не понимаете, что вирус действительно крайне опасен. Это полная ерунда. Люди умирают в России от того, что их прекратили лечить. И раньше-то не очень лечили, потому что здравоохранение было разрушено. Вспомните Собянинскую оптимизацию. Просто повыгнали, я не помню сколько, 8 тысяч врачей и младшего медицинского персонала просто на улицу выгнали. А теперь их не хватает. А теперь студентов надо бросать на прорыв и как-то закрывать эти бреши. Студенты, которые вообще не обучены, ничего не понимают, они теперь ухаживают за больными якобы коронавирусом, о котором никто ничего не знает. В сети тесты это полная фальшивка. Полная. То есть вам говорят у вас, у вас положительный тест. Это что означает? Что вы больны? Да ничуть, ничуть. Никто этот вирус толком не проверил, не протестировал. Вас хотят вакцинировать. Вот это действительно правда. Для чего? Для чего? Спасти вас от болезни? Они никогда не были озабочены вашим здоровьем и вдруг озаботились. Если они чем озабочены, то это личным здоровьем, а точнее личным бессмертием. Они мечтают о том, чтобы была такая таблетка, чтобы жить вечно. Ну не будет у них такой таблетки, хотя они стараются ее изобрести. Будут стараться, ничего у них не выйдет. Может будут жить в отношении средней продолжительности жизни подольше, а скорее всего и нет. Потому что они развалили здравоохранение, развалили науку и некому бороться за продолжительность жизни. Невозможно провести настоящее исследование, настоящее тестирование. Ничего этого нет. Сейчас эти добровольцы, это просто жуть одна. Это самоубийцы, которые делают себе, позволяют себе что-то там впрыснуть. Не исследованное, непонятное, какие отдаленные последствия. Многие предполагают, что от вакцин, не только от этой, возникает отложенный результат, это бесплодие. Вполне возможно, что так. Ну никто же этот вопрос не изучает, не исследует. Давай, коли вчера только какую-то вакцину изобрели, непонятно кто, непонятно для чего. Европа даже не рассматривает вопрос о том, чтобы российскую так называемую вакцину тестировать для применения. Даже не рассматривают. А у нас сообщают радостно, что какой-то штат Бразилии, ну они так обобщают, чтобы это незаметно было, а потом где-то обмолвочка, да нет, это не Бразилия готова закупать, еще только ведутся переговоры, а какой-то только штат готов чего-то там произвести на непонятную сумму. Ну якобы, якобы Индия вся там, миллиардная Индия будет российской вакциной пользоваться. Это ерунда и вранье. Ерунда и вранье. То есть продолжается пропаганда, обработка. Но вы посмотрите, что творится с телевидением. Я не говорю уже, что в интернете наведена цензура, глобальная цензура. Там Google со всеми его структурами вместе с YouTube накладывают запрет на публикацию, просто запрет на публикацию любых материалов, которые опровергают всю эту ковидную истерию. А истерия действительно просто колоссальная. И она решает какую-то проблему, вот подумайте сами, я уже об этом не раз говорил, какую проблему решает организация этой истерии. Ну неужели непонятно, какую проблему она решает для Путина. Вас сделать идиотами, а себя сделать пожизненным правителем. И вся эта олигархическая шайка прекращает действие любых конституционных норм на основании чего. Они даже не способны юридически все оформить. Роспотребнадзор только рекомендательные записки какие-то, но в таком волевом характере сделать это, 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 это. Но не обладает Роскомнадзор никакими неисполнительно-распорядительными, не тем более законодательными правами. Но зато есть указивка от министра Колокольцева, министра внутренних дел, чтобы полицаи всячески оказывали содействие именно на основании этих так называемых документов Роспотребнадзора. И вместе с чиновниками Роспотребнадзора осуществляли налеты на граждан. Захват, штрафы, штрафы абсолютно незаконные. Не платите, не платите, что бы они там ни говорили, какие бы судебные решения ни были, не платите. Ни под каким видом, просто не платите. Нет никаких законодательных норм, которые позволяли бы брать с вас штраф за то, что вы без маски. Это рекомендация, не более того. То же касается и перчаток, а это вред для здоровья. Одно дело надеть маску на несколько минут в ситуации повышенной опасности, я бы сказал. Другое дело ходить в ней час или два по магазину, тем более там таксисту, ездить в маске, это просто бред силой кобылы. Это стремление уничтожить людей, подорвать их здоровье. Прямое посягательство на здоровье. Прежде всего главные посягатели это Воробьев, губернатор Подмосковья и Собянин, мэр Москвы. Это два абсолютно тупых, необразованных и безнравственных человека, которые вам навязывают свое представление о жизни. У них такое представление, вы должны быть в масках и в перчатках. Нет, мы не должны. Мы свободные люди, сами решаем, как со своим здоровьем быть, как распоряжаться. Да, есть некие рекомендации, мы готовы их выслушать и сказать, ваши рекомендации выслушаны, они не приняты. Не приняты, мы не собираемся носить маски нигде. Просто нигде. И перчатки тоже нигде. А, вы штраф пишите, давайте пишите. Написали, спасибо, пошли вон. Бумажку порвали, выбросили, все, никаких штрафов. Вы не обязаны предъявлять паспорт, если у вас нет маски на лице. Вы не совершили никакого правонарушения. Нет такого правонарушения. Режим повышенной готовности, который вводят, это вообще ничто. Этого нет в законодательстве. Что такое режим повышенной готовности? И каждый раз, когда граждане спрашивают, а где документик-то покажите, ну хотя бы ксерокопию, все время оказывается подписи нет, печати нет, какая-то просто бумажка. То есть эти люди даже не в состоянии оформить свои деструктивные действия юридически. Потому что им уже совершенно наплевать. Потому что им наплевать на конституцию, которую они меняли. Им наплевать на любые законы. Любой закон они могут принять, но им и на это наплевать. Есть Государственная Дума, пусть она лепит все, что угодно. А мы будем себя вести так, как считаем нужным. То есть установили террористический режим на территории многих городов и областей. И только хитроватость людей позволяет им уклоняться от принятия вот этой вирусной гадости, антивирусной в свой организм. И я уже не из одного источника слышу, как, в общем, понимают люди. Все понимают, кто к этому имеет какое-то отношение, что вакцина – это просто ложь. Просто ложь и опасность для жизни. Поэтому, когда вакцинируют какое-нибудь учреждение, приходит вакцинатор с этими ампулами. Ему предоставляют место, он там начинает прием. К нему заходит очередной представитель этой организации, где происходит вакцинирование. И вакцинатор сразу спрашивает, будете вакцинироваться? Ответ – нет. Тогда распишите здесь и здесь ампулу в ведро. Помойное ведро. Все. Вот так действуют нормальные люди. То есть идиотская власть, идиотские процедуры, идиотские затраты на эти процедуры. Задействование миллионов людей в этом. Ответ такой. Подпишите здесь и здесь ампулу в мусорное ведро. Ни в одном месте. И слава богу, что останутся здоровые люди. А вот эти все готовые произвести эксперимент на себе самом, ну это люди, которые пострадают от своей глупости, от подлости руководства. Больше всего, конечно, ужасает это поведение армейских чиновников. Понятно, что еще в советских времен это началось, что с определенного звания, с определенной должности начинается повальный алкоголизм. И вот эти люди в погонах с большими звездами стремительно тупеют, теряют нравственный стержень. И понятно поэтому, что обороноспособность России была на нуле, и армия вообще не смогла сопротивляться государственному перевороту, который на ее глазах происходил несколько раз. Государство развалили, армия оказалась вообще безучастна. Безучастна. Как это могло быть, чтобы в 91-м году армия оказалась вообще ни при чем? Ни при чем. Развалили государство, а армия ни при чем. Как могло быть в 93-м году парламент расстреливают вашей страны? И вы ни при чем. Ну вот так ни при чем и остались. Ну может алкоголизм уменьшился, но отбирали-то. Чем выше пост, тем круче подлость. И это принятый при путинском режиме антиэлитный отбор. Они отобрали туда таких. И теперь вот эти негодяи на высоких должностях, с большими звездами на погонах, теперь склоняют своих подчиненных к тому, чтобы они добровольно-принудительно эту вакцину допустили в свой организм. То есть склоняют к самоубийству. Они-то, конечно, преступники, но вы-то не дураки. Если вы дураки, тогда да, я доброволец, да, все, я готов уколоться и забыться. И упасть на дно колодца. Вот это примерно то же самое, что в колодец головой прыгать. Вдруг повезет. Вот с этими людьми, конечно, печальная история. Поэтому служба в армии РФ, это не служба России, это не служба, собственно, в армии, а это добровольное рабство. И это не профессия, в которой защищают родину. Никакую родину вы не защищаете. Ваша родина оккупирована, вы служите непонятно кому. Поэтому, наверное, вот эта тупость и продолжается, готова к самоубийству через вакцину. Понятно, что с вот этой второй волной развесистая клюква, как я ее называю, ну, это такое есть, как говорится, идиоматическое выражение. Развесистая клюква, вот не бывает развесистой клюквы, поэтому, когда вот такое высказывание вы слышите, это значит, что говорится о какой-то постановке. Ну, нет на самом деле никакой второй волны. И первой тоже не было. Чем интенсивнее пропаганда, тем больше цифры. Вот и все. Цифры, мы же знаем, что социология в России уничтожена, потому что социология стала элементом пропаганды. Нужные цифры должны публиковаться. Вот и все. Социологии больше нет. Поэтому и статистики тоже нет. И комитет по статистике, не помню, как он точно называется, но он же, это просто место, где постоянно лгут. Нужные цифры вам покажут. Всегда будет вам показан рост, который заказали там. Заказали 4% рост, будет вам 4% рост экономики. Любую цифру вам наблюдчики приводнесут. И вот преподносит эту цифру. То есть в фальсификации участвует руководство Минздрава, министр здравоохранения, глава потребнодзора и глава вот этого, дай бог памяти, русскому статистике. Они фальсифицируют данные. Да нет ничего, там говорят, в Барнауле куча трупов и так далее. В больнице не успевают хоронить. Нет, ну достаточно крематорию в любом месте прекратить работать, и морги будут забиты. Ну так получается, что люди-то умирают каждый день. И каждого умершего можно выдать за умершего от ковида. От ковида никто не умирает. Никто не умирает. Умирают от других болезней. Ковид только дает некие осложнения. Это обычная сезонная простуда. Была весной, возникло осенью повторение. Или это вообще другой вирус. Просто вирус. Больше ничего. Никакой эпидемии, никакой пандемии. Все это разыгрывается для решения определенных политических и экономических задач. Цифровизация, стирание границ, захват и удержание, насильственное удержание власти, проведение антиконституционных и антинародных реформ. Вот это то, что скрыто за вот этой волной, которая действительно является только волной пропаганды и идиотизма, который охватил не меньше 99% населения страны. И только элемент разумности остается в том, чтобы уклониться от употребления вакцины. Давайте мы эту Орду переживем и построим государство заново, вышвырнув всех этих предателей, преступников, воров из власти, как минимум, припроводив их в места не столь отдаленные. Будет русская власть, будет русская Россия. Значит, будет и достоинство гражданина, и достойная жизнь. Слава Руси! Господи спаси! Слава Руси!